30 лет назад человека с активной жизненной позицией можно было узнать по значку на груди. Сдал нормы ГТО – получи отличительный знак. Современную молодежь значками не удивишь, а вот бонусы – совсем другое дело. При приеме в институты теперь будут обращать внимание не только на результаты ЕГЭ. Внедрение норм ГТО в Самаре будет проводиться в рамках гранта, выделенного Департаментом физической культуры и спорта. Выиграла этот грант Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. Кому, как не нам, говорит ректор вуза. Наша академия, она по праву является центром образования в области физической культуры и спорта. Уже более 30 лет существует факультет физической культуры и спорта. И по сути мы единственные в Самарской области, кто именно готовит и учителей физической культуры, и спортсменов. Пока Самара в число пилотных городов, где нормы ГТО будут внедряться по госпрограмме, не вошла. Но город, решили власти, не должен остаться в стороне. Здоровье нации – одна из приоритетных задач. Физической культуре в Самаре уделяется много внимания и средств. Как вовлечь детей и молодежь в спорт, привлечь молодое поколение к здоровому образу жизни, обсуждали на международном форуме оздоровление нации средствами физической культуры и спорта. У нас происходит внедрение сдачи комплекса ГТО. Мы на сегодняшний день планируем, обмениваемся опытом, стратегию вырабатываем, каким образом нам выстроить правильную и грамотную работу для жителей нашего города, нашей области. Форум проходит уже четвертый год. За это время приобрел значительные масштабы и стал международным. Поделиться своим опытом в Самару приехали физкультурники из Польши. В Польше давно уже отошли от каких-то наложенных норм для жителей. И считается, что эти нормы приводят только к негативным результатам. ГТО в Самаре быть. Но какими будут эти нормы, еще предстоит решить участникам международного форума. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков. События.